Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Виталий Волков. Сегодня в программе 16-я сессия Десногорского городского совета. В этом законе областном наименование, точнее, слово «город», расположенное в кавычках, пишется с маленькой буквы. Первому и единственному радио Десногорска 10 лет. У нас в эфире за это время проиграло более двух миллионов треков. Это в основном молодежная танцевальная музыка, что является нашим форматом вообще радиостанции. 11 сентября прошла 16-я очередная сессия Десногорского городского совета. Среди вопросов повестки дня важной была тема о внесении изменений в устав Десногорска. Данное проект решения было разработано в целях приведения устава муниципального образования города Десногорска в Малинской области в соответствии с действующим федеральным законом 6 октября 2003 года за номером 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. Проект нововведений ранее прошел публичное слушание 7 сентября. Он был одобрен большинством голосов. Но споры присутствующих вызвал вопрос корректного наименования Десногорска. Следует ли при написании муниципального образования города Десногорск использовать заглавную букву «Г» в слове «город»? Областным законом номер 31 З от 3 мая 2005 года установлено наименование всех муниципальных образований Смоленской области, включая муниципальное образование города Десногорска. Именно в этом законе областном наименование, точнее слово «город», расположенное в кавычках, пишется с маленькой буквы. Кроме этого, такое наименование зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации. С учетом этого большинством голосов проект изменений депутатами Десногорского городского совета был утвержден. В век цифровых технологий кое-что остается неизменным. К этому можно отнести и радио, которое в России работает с 1895 года. Исторический рубеж, пусть и поскромнее, недавно был преодолен и Десногорской радиостанцией. Всем привет! Вы на волне 102 и 1. С вами я, Лилия Алексеева. И у нас сегодня грандиозное событие. Нам исполняется 10 лет! Голос Лилии хорошо знаком жителям Десногорска. Радиоведущей. Она работает со дня основания станции ДЛС-ФМ. На своем привычном месте она встречает и первый серьезный юбилей единственной радиостанции города. И, конечно же, в этот день мы работаем. Потому что любим наших радиослушателей, потому что любим наше дело. Ну и потому что будний день. ДЛС-ФМ зазвучала 17 сентября 2010 года. Начало творческого пути запомнится сотрудникам в том числе и условиями, в которых пришлось осваивать новое для себя дело. Сидели мы вот на колоночке. У нас был стол. Не помню, кто-то из дома принес, потому что мебель мы заказали, но она не успела приехать вовремя. Поэтому вот очень спартанские условия у нас были первое время в новом офисе. Сегодня, спустя 10 лет, ДЛС-ФМ – современная и профессиональная радиостанция. На волну 102 и 1 настроен практически каждый радиоприемник Десногорска. Коллектив ДЛС-ФМ успел провести сотни прямых эфиров, накопив багаж профессионального и музыкального опыта. У нас в эфире за это время проиграло более двух миллионов треков. Это в основном молодежная и танцевальная музыка, что является нашим форматом вообще радиостанции. Десятилетний рубеж – отличный повод подвести итоги проделанной работы, а также наметить творческие планы на будущее, которых, по словам самих сотрудников, у ДЛС-ФМ немало. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в компании Десна-ТВ. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова